Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара Т-14. Т-14 это машинка, которую вы можете приобрести в любой момент в дереве исследования за 2400 золота. Тяжелый танк 5 уровня, ветка, точнее дерево Соединенных Штатов Америки. Итак, сейчас его выставили за 2000 голды, к нему накинули несколько плюшек. Насколько плюшки вкусные и невкусные, решать безусловно вам, я озвучу свое субъективное мнение. Значит за 2000 голды вы получаете 14 дней према, это единственное, что годное действительно есть в этом наборе. Потому что, допустим, легендарный камуфляж, я камуфляжи вообще не понимаю, а данные мне вообще не нравятся, честно говоря, даже своим внешним видом. Что касается Х5, вроде бы прикольно, 10 сертификатов, но только опять-таки на Т-14, не на любую машинку. Сертификат на покупку на 10% скидки на 5 уровень, да они и так там в принципе недорогие. Что касается сертификата на исследование танка, 25%, ну я бы сказал так, мелочь, а приятно, вот и все. Потому что на 5 уровень выкатиться из 4 тоже особого труда не составит, а 25% скидка не такая уж и существенная. Если бы 50%, еще куда не шло. Слот в ангаре, само собой разумеющийся и открытое все оборудование, которое особого, я бы так, серебра не стоит, сказал. Поэтому, ребят, ну, что есть, то есть. В любом случае, если вы присматривались к Т-14 в дереве исследования, хотели его, допустим, купить, но все думали подождать какой-то скидки, то вот скидочка сейчас есть. Единственное, что хочу отметить, что периодически разработчики делают спецпредложения и предлагают в течение нескольких дней приобрести себе в ветке исследования танки со скидкой. Так вот, в таком случае, вот здесь вот в деревьях исследований, танчики 5 уровня, как правило, идут с 50% скидкой. То есть, в принципе, за 1200 можно приобрести голую полностью машину. То есть, ребят, насколько вкусное предложение за 2000 голды, я от себя сказать не могу. Все зависит от вашего кармана и насколько вам нужен Т-14. Для меня лично Т-14 не занимает первое место в премтанках 5 уровня. И, допустим, даже среди тех танчиков, которые есть в деревьях исследований, мне, честно говоря, Excelsior тот же самый заходит больше. Если вы хотите понять, о чем я говорю и почему так, то можете посмотреть видео. Я в процессе данного видоса добавлю ссылочки в правом верхнем углу подсказки на обзор как Excelsior, так и Т-14. Именно обзоры. Там, где обсуждаются технические характеристики и есть еще каточки на той и другой машинке. Вообще, честно говоря, Т-14 плюсами, точнее, этой машины, Т-14 является КД однозначно. Точность орудия тоже к плюсам отнесу. И подвижность. Подвижность как бы не сильно имбовая, но согласитесь, едет он нормальненько, бодренько. То есть унылым ты себя не ощущаешь. По крайней мере, я на данный момент такого ощущения не имею. Что же касается живучести машины. Я бы сказал, что машина крайне неживучая. То есть если вы оголяетесь, да, то есть полностью вылазите против противника, танковать вам особо нечем будет. Вас будут разбирать. Особенно будут разбирать те ребята, которые уровнем повыше играют. Поэтому, ребятки, рассчитывайте на то, что вам необходимо работать постоянно от каких-то преград. В идеале вам необходимо отрабатывать вашу машину исключительно от башни. Потому что башня, она еще и хоть как-то там, ну, то есть рикошетит, да, от нее что-то. А что касается вашей туши, то поверьте, ну, туша абсолютно как бы не сильно отличающаяся броней. Хотя по внешнему виду должна быть противоположная реакция на снаряды противников. Так, ну что, попытаемся кинуть в Игорька. Ну вот, пожалуйста, не пробили. Буквально вот чуть-чуть нам не хватило. И такое, честно говоря, встречается довольно часто на данной машине. Мэджай. Ну, как видите, точность орудия, это то, что я говорил. Точность орудия и КД, это безусловные плюсы данного аппарата. Но, блин, на одной-то точности и на КД особо не уедешь. Поэтому я говорю, что играть необходимо будет вам осторожно, если вы эту машину себе возьмете. Ну, а от себя лично добавлю, что какого-то веселого геймплея на данной машине я бы вам не рекомендовал ожидать. Потому что если вы будете ждать веселого геймплея, а на выхлопе получится то, что получится по факту, вы будете очень сильно расстроены. Вы получите абсолютно не то, чего вы ожидали. Ну, и вот то, что я говорил, сейчас я оголился перед противниками, к моему глубочайшему сожалению. И теперь, получается, я отправляюсь в ангар. То есть, как только вы сближаетесь с соперниками, как только вы пытаетесь вести себя, как нормальная породистая ТТшка в этой игре, вас начинают безбожно, просто-таки безбожно разбирать. И вы ни для кого не являетесь, ну, прям страшным врагом. Вас просто воспринимают, как обычный, медленно передвигающийся, малобронированный СТ, который можно разобрать. И, в принципе, их за это никто не накажет. И даже ваша КД на данном танке абсолютно вас не спасет ни от кого. Вот просто ни от кого. Будьте к этому готовы. Я не знаю, может в ваших руках будет отыгрываться как-то по-другому. В моих играется именно так. 844 единицы урона. По результатам фарма серебра, с учетом према каунта, 23870, грубо говоря. Ну, а без учета према было бы 15300 неполных. По результатам в команде. Я не могу сказать, что отыграли Суперова, но свое третье место по урону мы заняли. И, в принципе, от второго места мы недалеко упали. И это был все-таки Игорек, который набрасывает альфы довольно-таки неплохо на своем уровне. Поэтому, ребятки, сложно сказать, насколько эта машина действительно подойдет каждому игроку. Однозначно эта машина не подойдет новичку. Почему не подойдет? Потому что новичку необходим аппарат, который будет живучий и который будет прощать ошибки. Чем больше ошибок техника прощает новичку, тем, соответственно, легче новичку играется и тем больше эта техника новичку подходит. Т-14 практически не прощает никаких ошибок. То есть, как только вы, допустим, там упоролись и вылезли на соперников, вы в ангаре. Как только заехали к вам в борт, вы в ангаре. Как только, не дай бог, вам заехали в корму, вы даже не успеете сказать фразу «я в ангаре», как уже будете находиться там. Так, не знаю, честно говоря, что в этом бою делать. Едет туда Самуэрте, едет ПЗшка. Я не хочу выезжать реально самостоятельно куда-то. Я просто понимаю, что сам я не выдержу. Мне надо где-то находиться на каком-то расстоянии. И это меня лично вымораживает немножко. В моем понимании, тяжелый танк это такая техника, которая должна продавливать какое-то направление. То есть, если у тебя нет возможности продавить направление, ну о чем тогда можно говорить, да? То есть, смысл тогда этого тяжелого танка, если он не способен держать удар. Ну, хоть как-то держать удар. Так, ну что, попытаемся заехать как-то, не знаю, сбоку, что ли. Где-то что-то кого-то как-то выцелить. Отходим назад. Ну, видите, то есть, тут даже, даже, вроде бы, должна была как-то чуть-чуть сработать привиденка. Но эта привиденка не сработала абсолютно. Сейчас попробую еще раз. Ну, это я здесь отхватил в бочинку. Я хотел просто от кошмара попытаться ромбануть. Но больше повезло, что кошмар просто в меня не попал, чем то, что я бы ромбанул хоть что-либо. Ну, вот и что мне делать? Это пятый уровень, это кошмар. Я не могу в него прицелиться. То есть, ну, он весь красный для меня. Самовенте... Эх, братка, зачем ты со мной это все делаешь? Ну, давай, разбирайте его. Хоть как-то помогайте, что ли. Ну, вот пробивает он меня, пробивает, и что делать? Вот тебе и тяжелый танк. Как ни повернись, а тебе все равно, блин, закинут. Может, на КД сейчас хотя бы получится как-то вытянуть? Ну, нет, скрылся. Даже КДшки не хватило. Так, ну, вот этого товарища я однозначно заберу. Здесь как бы вопросов нет. Но вот теперь обратите внимание, четверка, безусловно, не должна меня пробивать. Ногу слить вполне спокойно. Так, ну, вроде бы шанс на победу есть. Это уже хорошо. Шанс, причем, довольно-таки неплохой. Но, опять-таки, данная победа, я не могу сказать, что это заслуга, в частности, моя. Ну, а если быть точным, то Т-14. Абсолютно не его заслуга. Я уверен, что для победы мы не сделали практически ничего. Да и тяжело, честно говоря, на нем что-то сделать. Против кого бы ты не поехал, тебя все равно будут разбирать. То есть, когда тебя на ТТшке разбирают СТ абсолютно без печали, ты чувствуешь себя в боях каким-то ущербным. То есть, как видите, он даже в маске орудия, и то есть отверстие. И на передке бронелиста тоже есть. Ну, получается, что бьют его, беднягу, куда только могут попасть. Ну, не знаю, ребят. Мне, честно говоря, Т-14 не сильно заходит. Итак, 654 единицы урона, один уничтоженный товарищ. По результатам фарма серебра мы с вами получаем 29 косарей с учетом према и 19 без учета премиум аккаунта. Это с учетом того, что мы получили знак классности третьей степени. Почему за такой пустяковый бой знак классности третьей степени? Да потому что Т-14 не пользуется популярностью в рандоме. Соответственно, его мало катают, и на нем планка на знаки классности, она не поднята так, чтобы их невозможно было достичь. Поэтому, ребят, если вы, допустим, в ивенточке, в ивенте, простите, который идет сейчас, хотите получать мастеров, допустим, там, или получать знаки классности налегке, пожалуйста, Т-14 однозначно для вас. А для чего он еще предназначен? Я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Ну и, соответственно, куда его совать? Я имею в виду, на какой фланге, куда на нем ездить? Я, честно говоря, затрудняюсь вам ответить. Но вот такой вот он Т-14, и это был его абсолютно честный, не то чтобы обзор, но абсолютно честные две катки, без вырезок, склеек и при украшении данной машины. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Я свой выбор в свое время сделал, и он стоит у меня в ангаре. Я выкатываю нечасто, и фана особого от него не ощущаю. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь. Всех благ, мира вам и спокойствия.